МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Днепр подтопил шесть подворков в Рогачевском районе. А сейчас об этом и иншим подробно. Международная выстава «Весна у Гомеля-2016» пройдет с 18 по 21 мая. Она будет работать на день до уже, чем в минулом году и снова разгорнется на катку МЖК «Сонечный». Про это поведомли у Гомельского отделения Белорусской гандлево-промысловой палаты. В плане проведения выставы – деловые перамовы, презентации и майстер-классы. «Весна у Гомеля» проводится в рамках Гомельского экономичного форума. И она заявляется самым масштабным региональным мероприемством такого плана в Беларуси и избирая больше за 200 предприемствов-экспонентов из нашей краины, близкого и далекого замежа. У першиню «Весна у Гомеля» была организована в 2000-м годе. У ее брали удел каля 40 белорусских предприемств. Популярность форума растет кожным годом. Летость-колькость экспонентов перевысила 250. С 2014 года в рамках международной выставы «Весна у Гомеля» проводится свято рамесников «Гомельская весна», среди удельников которого майстри-хендмейн с Беларуси, России, Украины и Казахстана. На Гомельшине принято решение активизовать работу по сдаче у аренду водоемов. Как ожидается, это позволит не только привести их в парадок, но и изначно повеялись объемы здобываемой рыбы. Перспективами развития приватного бизнеса на водных объектах подчекавился Олег Сентюров. Сегодня на Гомельшине можно взять в аренду каля 770 километров рыб и маль тысячу гектаров озер, что годовая плата за каждый километр. Тех гектар максимум две базовые величины, и при этом размова практически бесплатной раздачи природных богатей не идет. Если арендатор берет участок водотока реки в аренду, то он будет обязан поддерживать належащим санитарным состоянием береговодных объектов, выполнять все иные условия договора аренда, осуществлять вылов рыбы согласно установленных водок, причем ежегодно полностью вылавливать рыбу, которая ему доведена, и осуществлять реализацию населению по доступным ценам. А при реальности плана по сдаче у аренду реки Озер свечить опыт селянской господарки из Гомельского района. Участок Раки у 7 километров и одно из озер, так как частный керамик Михаил Кукса, оформивающий в 1996 году. Сегодня господаркой занимается господин Тимофей, и отец, працан на арендных водоемах, ведая сдаеца усе. Кажет, что без початковых капиталов обыстись вельми тяжко, необходимые ты лишь лодки набыть и простосование для ловли, а прочат такой сам процесс реализации рыбы, так само мая своя особливости. В оселянке в выпадку, коли маешь намер, пропоновать с оправды свежую продукцию. Выловил и сразу свежую, вот она пока с воды, там час-два-три, чтобы она уже была у человека в питании. Не морозить по месяцу, полгода, два месяца. И мы стараемся это делать. Почему? Зачем людей кормить? Им и так хватает этой мороженой рыбы. Надо все вот свежее, живое. И тогда и здоровья будет, и болезней меньше будет. Деючие арендаторы водоемов Перекананы працевать необходно строгой ответственности законодавством и умовами аренды, починающие от створения вратовальных постов и организации платной рыбалки до добропорядкования территорий. А прочатого зимой придется вратовывать рыбу от замору, детям выконовать вытворчие планы, а в осенью пополнять ресурсы. Это не простая праца, а когда на водоемы придут саправды понтанные люди, значительных проблем с больш эффективным выкористанием рек и озер возникнуть не повинно. Пытаются взять, ну, месяц-два, год, и они уходят. Потому что это на самом деле каторжный труд. Ты должен постоянно и в холод, и в мороз, ты в воде. Это все надо любить. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телерадо и компания «Гомель». Днепр подтопил шесть подворков в Рогачевском районе. Эвакуация Жихаров не потребуется. Для принятия мер оперативного реагования сбор и анализа информации круглосуточно ведут службы МНС. А кроме этого, у самим Рогачеве состоятся потопленными 17 подворков. Глубня подтопления у ней перевышает 25 сантиметров. Так само интерактивная карта, размешанная на сайтах Белта и МНС, поведомляя об трех потопленных участках дорог в Петраковском районе. Транспортные взносины и житезабеспечения насельництва не порушено. Не глядя на то, что пик поводки пройден, воротовальники просят у выпадку любых нештатных ситуаций неоткладно поведомлять про их по номеру 101. Центры занятостей пропонуют часовую працу людям, які мают сьогэтым потребу. Причим допомогу окажутся наватым, кто не знаходится на улику в статусе беспрацовного. Сярод наибольшь раз повсюдженных пропонов, работа у сельско-господарших предприемствах и допомога у посадцы лесу. Под обязанностями подсекавились наши корреспонденты. Гомельский городский центр занятостей 8 годин ранец. Что день от сюль на громадские работы накеровывается до шести автобусов. Уся необходная информация размешается на специальном стенде, а тому выбрать с места прессы можно загадя. В управлении по прессе занятостей и социальной обороне кажуть, что проблем с комплектованием групп нема. Оплачиваемые общественные работы у нас очень востребованы. Мы на данный момент ездим в комбинат «Восток», «Курицкая», фермерское хозяйство «Агродуравичи», «Лесхоз». И порядка 300 человек мы отправляем каждый день. У Лесгазах сегодня одна из головных задач – посадка дреу. Необходно поспеть оптимальные термины. А тому допомога явно не лишняя. У Долголейским лесництве людей, накерованных центром занятостей, на этот раз протягнули до посадки Бярос. Эти земли неколе выкористовывались под огороды вязковцами, але после знишения дома уладания передадены для ведения лесной господарки. Особливость таких работ – коллективная отказность. Мы не можем поставить, каждому дать отдельный участок, чтобы фиксировать. И не поставишь за каждым человеком, чтобы считать, сколько он посадил, количество этих саженцев. Поэтому тут начисляем зарплату общую. Вот их 30 человек приехали, значит, на 30 делим то, что они посадили. Работники у свою шаргу выказывают зауваги до организации працы, у некоторых местах приходится шакать протяглый час, поколь керауниства наладить рабочий процесс. Але самое халунное для накерованных центров занятости – по мерзарубку. Прымальный лишится сумма у 10 рублей у день. Если на складах, там немного меньше платят на переборках. Ну, на поле, там, где-то на прополке, там, больше. Ну, где-то рублей 7-8 там выходит. Ну, до 10 рублей. Смотря, куда попадешь. На фермах можно было работать, там тоже в пределах 10 рублей платят. Дарыши только выездами у господарки про пановы по часовым просолодкованию в Гомеле не обмяжевываются. 31-го соковика, например, у городским центры занятости пройдет День предприемства для жадающих прасовать матросами-выртовальниками. Олесин Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Панько, Телера до компании «Гомель». Традиционная доброохотная акция «Ты день лесу» пройдет в Беларуси с 1-го по 8-й красовика. Все лето я ее проводит в 10-й раз. Акция будет накерована на одновление лесов, пошкодженных стихийными бедствами летом минулого года. Какие объем працы вызначены на Гомельчине, завтра у эфира программы «Диалог» расскажет генеральный директор гомельского державного вытворчего леса господарчика объединения Михаил Супрун. Программа выйдет у эфира в пятницу в 31-го соковика на телеканале «Беларусь-Шатыры» в 19.20 хвилин. Свои пытания про пановые зауваги вы можете выказать по номеру промога эфира у Гомеле – 77 68 45. Протягиваем выпуск. Сегодня у Гомеля былася урочистая церемония ушанования одоранной молоди «Зорное юнацтво». 32 переможцы и лауреаты в 12 номинациях. Статуэтки и дипломы отримливали не только особные юные таленты, а навод целые коллективы. Шарах номинаций – самые широкие. Спорт, журналистика, информационные технологии, творчество и служба родиме. Досягнение распроцовки некоторых переможцев можно было убашить на уластные вочи. «Зорное юнацтво» – это упершую чаргу с поборництва талиновитых. Улик лауреатов, а тем больше переможцев могут трапить только самое лепшее. А это стимул, как працовать еще больше. Это возможность поучаствовать в такой конкурентной борьбе с другими талантливыми представителями молодежи, попробовать свои силы и раскрыть свой творческий потенциал. Наша молодежь должна понимать, что сегодня это первый шаг. Первый шаг в своем достижении, который оценен органами государственной и исполнительной власти. И этот шаг послужит им в дальнейшем для покорения республиканских и мировых олимпов. А кроме того, 13 человек сегодня отримали премии Гомельского городского выконавшего комитета по потребности талиновитых молодежи за 2016 год. Это наученцы детских школ, мастерства, а так само молодые музыканты, спеваки и актеры. Протягиваем выпуск. У Беларуси зацвержены термины проведения уступной кампании у высшейшей научальной установы. Прием документов для отримания высшейшей эдукации за кошт бюджету и на платной основе продугледжены с 12 по 17 липеня. Подать документы во установу сельско-господаршего профилю на заводшую форму можно с 15 листопада по 5-е Снежня. Выпускники профильных классов педагогичной накерованности, которые поступают на ПЕД-специальности, могут подать документы с 12 по 14 липеня. С 18 липеня начинаются уступные испыты, что проводятся непосредственно во установах эдукации. У приватности по 21 липеня яны пройдут у Академии Министерства внутренних справ Могилевским институте МУС Университета громадской обороны МНС. Во установах, які рыхтуют специалистов культурной галіны, испыты протягнутся по 26 липеня. Городский детячий парламент сегодня провел день супрацовництва для школьников. Активисты дали старт новому проекту под назвой «Наш след у истории Гомеля». С юными парламентариями сустрелася Ганна Каральчук. Инициативность и сила характеру, якости уластивые не только дорослым. Саправдные лидеры есть и сирот школьников. Городский детячий парламент объедуло 27 школьников областного центра. Термин «Ягодзеяня» скончится у мая. Тому у крысовику пройдут выборы нового состава. Каб подрыхтовать достойную измену, девчатки члены парламента организовали круглый стол «Ким быть, яким быть», подчас якого распавели кандидатам про особливости своей работы. За два года нашей работы в Гомельском городском детском парламенте мы провели огромное количество акций и мероприятий. Огромное количество проектов, которые запомнили, которые хотят еще продолжать. Мы представляли город Гомель на различных конференциях в Минске. Вот буквально зимой была республиканская конференция ЮНИЦЕФ, посвященная 70-летию. Мы представляли город Гомель. Нас услышали, с нами хотят сотрудничать. Подчас встречи с одногодками юные парламентарии дали старт новому проекту «Наш след у истории города Гомеля». Активисты вырошили показать и прорекламовать досягнение талиновитых школьников, худельников музычных и танцевальных коллективов, волонтеров и находников. Первым кроком стало створение видеоролика «Мы заховаем». Уделуем приняли школьный ансамбль цимбалистов. Мы показали пример, как это делается. И теперь каждый человек или учреждение образования может снять ролик и отправить его в наш проект. И мы хотим, чтобы эти видеоролики демонстрировались в день города. Это будет наш подарок, наш детский подарок родному городу. Люди будут идти и видеть сами себя. Ребята будут идти и видеть себя. Это я сделала. Со своей творчестью уделников так само познайомили ансамбли духовых инструментов и фольклорный коллектив школы номер 30. Миноветы яны станут головными героями наступных видеороликов проекта. Городский детский парламент ждет творческих пропанов и других детских коллективов. Ганна Корольчук, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомель». Без спецы детей на каникулах присвящена информационно-пропагандистская компания МНС. Гоноримся, что навучили. Сегодня коля 200 молодших школьников собрали на Пляцовце коля Театра Лялек. Супрацовники МНС суместно с иншими службами подрихтовали для детей множество сюрпризов. Это выстава аварийно-воротовальной техники, показальные выступления кинологов, конкурсы и розыгрыши подарунков. У Театра Лялек юным глядачам пропоновали тематичное представление «Надзвучайное здарение 101». Обращаем внимание родителей на то, чтобы они все-таки бросили все эти свои повадки и занялись воспитанием своих детей. Именно в безопасности жизнедеятельности. Потому что те деньги, средства, которые они вложили на обучение иностранным языкам, на танцы, музыку, они, к сожалению, могут и не пригодиться. Потому что ребенок, оставшись один дома, и случись пожар из какого-то электрооборудования, он не будет знать, что делать и как поступать. И, соответственно, будет травмирован. Сегодня в вечерной студии «Беларусь-4» плануется обвестить початок дачного сезона, что хвалюет заузятых огородников и садоводов, какие прогнозы на этот сезон робят опытные агрономы и где набыть необходимый садовый инвентар. Про это и много инше поди размову в программе «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 20.40 на телеканале «Беларусь-4». Задать свои пытания гостям студии может каждый. Телефон промога эфира – 37-519. Это и иншая новинка вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tyvergomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працевал Александр Гамоля. Сачуйте за эфиром. Редактор субтитров А.Семкин